всем привет привет ссори умы снимаем на телефон и если где-то что-то не так уж простите ну по крайней мере тут точно будет звук я вон села со своими шторками вот они у меня мятые примяты хочу же всем показать мне написали уберите эту кошмар вот отсюда ребята у нас все запланировано у нас рыжий новый уголок мне кто-то написал рыжий это как полная бескусица но может быть рыжая полная бескусица я рыжая собака и рыжая у нас рыжуха во дворе может мы бескусица у нас половина мебели рыжая этот свет солнышко он приносит мне да не только мне у меня коля рыжий если что он пятнами мне на бороде рыжий и так волосы у него рыжие особенно когда лето выгорает и все остальное и значит мы полные бескусицы но нам это очень сильно нравится поэтому кстати пока я работала между прочим подсказывала людям дизайнерские решения никто не сказал что я бескусица так что не нужно просто я умею видеть изначально как это будет да пока мисс просто были обои пока был просто линолеум это может смотрелось ужасно ну вот эту штору мы конечно уже уберем отсюда вот это висит здесь постоянно плюс здесь будет очень красивый белый кантик он у нас должен был быть еще прошлом году у нас он тоже до этого был такой же цвет такого же рыжего просто другого дизайна это наш цвет этот цвет солнышко а если не солнышко значит тепло значит классно значит просто-напросто великолепно вот сейчас буду гладить шторы мыть зеркало мыть окно да у нас вечер там у нас вон уже темно у нас везде не прибрано но уголок то есть его балуйся на куче может быть действительно может у нас вот такое везде ой-ой-ой и ай-ай-ай но мы так живем ребят и раз вы нас смотрите значит вам интересная такая жизнь вот мы вот такие может быть не собранные может быть слишком и спонтанные потому что мы не можем ничего запланировать сейчас получишь по сраке фу говорю знаете срака вот там где нет хвоста у то у тебя срака вот сейчас возьмешь и получишь по ней лапалка вот так вот я же вижу возможно мы вот такие но куда деваться того что могут такие вот вот такие мы были вот такие мы есть вот такие да у нас вот все спонтанно очень спонтанно но от этого нам круто от это нам весело от того что мы не живем по какому то может быть плану Мы можем поехать в магазин и так, ба-бах, взорваться, как говорится. Знаете, купить совсем не то, что нам нужно. Я никогда не говорила, что я экономная. Я никогда не говорила, что я там прямо супер какая-то. Да, я запасливая, как мыша. Это во мне да. Это во мне есть. Я люблю готовить вкусное, я люблю экспериментировать, я люблю что-то делать. У меня муж любит Николашка, который, потому что мало ли там, кто первый раз к нам зашел, может, не знает. Он меня любит тоже. Что-то по строительству делать, что-то там еще. Ну, у него тоже есть проблемы. Он никогда не доделывает свои дела. Ну, и мы не скрываем об этом. Мы об этом говорим. Да, его нужно, чтобы он что-то доделал. У него бывает первый всплеск такой эмоций. Он хватается, он делает, он что-то, что-то, что-то. И когда уже вот чуть-чуть остается до конца, его нужно поддерживать. Ну, как любые, вот знаете, много таких мужиков, которые даже до половины не доходят. Он на окончательном, так сказать, результате может немножко сдуться. Но для этого же мы и существуем, женщины, правильно? Чтобы поддержать своего мужика, его так подбодрить. Где-то, если что-то не получается, да фиг с ним, давай переделаем, будет все хорошо. Вот ножки у этого нашего такого диванчика, можно сказать, он переделывал два раза. Он же тут бросался, швырялся, вот хотел так сделать, хотел красиво, вот так полукругом хотел сделать. Вот то-то-то, а оно потом начало там немножко вибрировать, перекидываться или еще что-то. И его это очень сильно расстроило, он там весь сдулся и все остальное. Но мы же на то и жены, правильно? Чтобы стоять за своими мужами и поддерживать их, и любить их, и где-то направлять, где-то может и поругать. Потому что, и вот на днях тоже Рингон написал мне. Он говорит, ну что же это вы, вы так вот, он же не виноват, что камера-то вот, ну вот так вот, когда я за камеру ругалась. Ну, дело в том, что знаете, как говорится, что все кадры-то мы не показываем в нашей жизни. И где-то, может быть, у меня всплеск каких-то эмоций, где-то у него всплески эмоций. Какие вот такие моменты захватились, такие захватились. Я такой человек, вот я такой человек, как я есть. Я показываю так, как оно на самом деле есть. Вот, Николай у нас точно такой же. Он может быть тихий. Да, он более спокойный по отношению ко мне. Ну, в том плане, что более взрывная это я. Это, естественно, я тут креатив, я тут, блин, такой паровоз, я тут пру, я с самого утра проснулась. И кто нас давно знает, в принципе, в курсе дела, что я проснулась, и все должны проснуться вокруг, потому что мне нужно что-то куда-то, да. Я поняла, что Николай с утра не может так быстро просыпаться, и поэтому... Так, а ну, гуси! Эти морды, они не дают меня снимать. Ремка, а ну, пошел на место, быстро. Я сейчас кому-то дам. Они хотят просто на ручки ко мне. Пошел. Все. Маму слушают все. Все хотели только что на меня вылезти. Я сказала, лошись. Лошись, скажи. Вы сейчас дам пилюлей. Давай, 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 навлекайся. Так вот, маму слушайте. Значит, не в этом дело. Смотрите, вот я забыла, за что я рассказывала. Ну, не мое. Я рассказывала, наверное, за то, что, да, Коля у нас быстро не умеет просыпаться. Ему нужно час где-то раскачаться туда-сюда. Как-то сначала я где-то нервничала, где-то пыталась зюзюкать, бузюкать. И что-то там пыталась это. Но, где же выход из всего? Он любит играть утром в танки. Ну, я и тут. Я теперь с ним вместе играю в танки. Я просыпаюсь тем, что я там подсказываю, как туда-сюда, там что-то это самое. Он просыпается спокойно в своих танках. Я там все слежу и все остальное. Да, может быть, кто-то, ну, вот мне уже написали, что во школе, типа, маленький ребенок. Все мужики, маленькие дети, все мужики подсознательно мечтают о этих красивых игрушках, об этих паровозиках. Естественно, в 40 лет никто не купит себе паровозики и не будет играться. Хотя, я вот, кстати, очень даже не против, чтобы мы, например, вместе даже купили этот паровозик и поигрались. Правильно, Николашка? Поэтому я же говорю, вот, ну, где эта грань детства и взрослости, да, можно так сказать? Где эта грань? Если этого очень хочется, если есть к этому тяга, то пускай она будет на день, на два, на три. Пускай это будет развлекушка, но это приятно себе. И если возможность есть, ну, то есть финансы позволяют там или еще что, или еще что, почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот, да, может быть, это как-то звучит по-дурацки, по-детски, как-то по-глупому, но мы должны себе позволять. Вот я тоже иногда позволяю себе какие-то вещи, которые я не имела в детстве. Вот эти же детские книжки. Это мой бзык. Просто мой бзык. Неизвестно, будут у нас с Николаем дети, не будут дети, но я эти книжки таю, 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 их покупаю, их покупаю. Для чего? Для кого? Ну, понятно, что они потом перейдут внукам, там, туда-сюда, и все такие дела. Ну, точно так же у нас могут, в принципе, перейти игрушки какие-то там, эти же паровозики, эти же, там, деревянные. Ему нравится очень скульптуры собирать вот из всяких, ну, деревянные такие, как они называются? Пазлы называются. Ну, пазлы. Но это пазлы, это картинку выложить. Пазлы называются. Это объемные пазлы, вот эти 3D. Объемные 3D пазлы, да. Ему это очень сильно нравится. Ну, знаете, я же говорю, это кусочек, как бы, детства. То, что мы не могли, вернее, то, что нам, родители, не могли в детстве позволить. Ну, и не было такого у нас в детстве. Конечно. Мы только видели где-то, понимаете. Вот. Поэтому иногда хочется, иногда это вот. Я же говорю, я в прошлом году Коля, вот, например, хоккей подарила. Настольный хоккей. Они сыграли с пацанами буквально там несколько раз в него. И так он и валяется. Может быть, как-нибудь все опять соберемся на какой-то праздник, на то, на все, вытянем и еще раз сыграем. Понимаете? А потом, попозже останется это, допустим, может быть, может, племяннику подарим. А может быть, действительно, у нас же девки взрослые. Одной 24, другой 20. Извините меня, скоро и внуки пойдут. Поэтому все вот эти игрушки, книжки, оно ничего не пропадет. Ну, мы, во-первых, сделали приятно для себя. Ну, и, во-вторых, конечно же, ну, оно остается, оно никуда не девается. Оно все новенькое, красивое, в коробочках и все остальное. Вообще, что я хотела сказать. Вообще-то, видео было рассчитано на то, что оно будет очень коротенькое, буквально на 5 минуточек. Вот. Наверное, Коля сейчас выключен на 5 секунд, действительно. Потому что вдруг там мало ли кто-то сейчас позвонит или еще что-то. Так, продолжаем. Вообще-то, рассчитано было, что видео будет 5 минут, о чем буквально я расскажу самую суть. Но к самой сути я, как всегда, не добралась. Прежде чем я расскажу самую суть, посмотрите, какая пролезь получилась. Мы уже разложили его. Вон, гляньте, это просто великолепный уголок, правильно? Кто насмотрел раньше, знает, какой он был. И вот мы на основе старых деталей, какие-то заменили, какие-то по шаблону сделали, где-то что-то. Ну, практически все заменили, но по шаблону. Хотели просто перетяжку сделать, но потом же разыгралась фантазия. Мы хотели его всегда раскладным сделать, для того, чтобы здесь было не то, что дополнительное спальное место. Вот здесь вот мы проводим большую часть нашей жизни, потому что здесь скрипаются видео. Здесь проводится время, когда приходят гости, мы там покушали, то сюда включаем фильмец на компьютере. И мы здесь просто сидим, зависаем, разговариваем, смотрим фильмы туда-сюда. И вот такое место, оно было просто необходимо. Вот, получается с мягенькой верхушечкой, с мягенькой спиночкой. Все, как я хотела, как я мечтала. Сюда не хватает только, конечно, хорошего стола. Такой, как мы уже детали взяли, мы обязательно это сделаем. Вот, и вот посмотрите, чем не красота, правда ведь? Чем не красота? Плюс мои шторы старые, но очень даже еще ничего. Это еще шторки, которые у нас были на нашей квартире, да? Оттуда не переехали, еще такие, знаете, знаковые, я их еще менять пока не хочу, еще пока не хочу. Мне очень не нравится, очень классно. Вот. Так вот, в чем же была вся суть? Вся суть была в том, что я хотела поблагодарить большое-большое-огромное, сказать спасибо артистам. Юлечки, это канал артист, артисты. Юля, это... Ну, Юля, ну вот я знаю, что у нас много-много общих подписчиков, и все знают, кто такие артисты, кто такая Юля. Это как ведущая канала, что ли. Вот, главная мама на канале. Так вот, хотела сказать огромнейшее просто спасибо за твой сегодняшний телефонный звонок. Представляете, у нас сегодня понедельник. Какое число у нас сегодня там? 18-е, да, получается? 18-е число. И, значит, я выложу видео, выкладываю, выкладываю, выкладываю видео. У нас, вы знаете, были проблемы с видео, то, что у нас там звука не было. И мы выложили мартышки на кино, там с озвучкой Коля озвучивал. Но они сказали, Олежка озвучивал. Я говорю, нет, Коля. Коля, да. Ну, София Носова, или как ее там прямо правильно назвать, эту нашу подписчицу. И тут уже успела сказать, ага, ну, понятно, с кем поведешься, того и наберешься. Типа, это плохо как бы-то. Но это был вообще-то прикол, ребята. Это был прикол, это для того, чтобы не терялись видео, для того, чтобы было вам весело. Не в этом дело. Она позвонила, говорит, Оль, а что у вас видео? Ну, Юля, в смысле. А мы как раз едем сегодня в больницу, у меня была последняя анализа, на кортизол, или кортизон забрать. Это надпочечники. Вот. Кстати, работают они у меня фигово, а практически не работают. Так вот. Так вот. Да, так вот. А, Коля уже сидит. Ну, давай уже. Так вот, ну, я же занимался делом. Да. В общем, получается, девчонки и мальчишки, что получается. И мы выкладываем, уже после мартышкиного кино, уже выложили два видео. И, значит, я же там думаю, что все нормально. Мы-то, получается, с камеры сносим видео. У меня, я выношу только видео, те, которые со звуком. То есть, там, вначале я обзорчик поставила кусочками, порезала под музычку. А там, где был звук, там, где был звук видео, я его, значит, выкладываю все, как полагается. Вот. Ну, короче, суть. Не работает звук у некоторых людей. Подожди, мы переводим через программу. Как она называется? Ну, это лишний. Ну, почему лишний? Ну, хочу объяснить. Ну, те, у кого не работает видео, но не поймут. А те, которые работают, поймут, о чем я говорю. Как называется программа, в которой мы клепаем видео? МОВАВИ. МОВАВИ. Мы через МОВАВИ клепаем видео. То есть, эта программа должна все видео сложить в один формат. То есть, без разницы, с телефона мы закинули, с камеры, с другой камеры. То есть, все видео, оно должно склепать в одном формате. Значит, я-то в полной уверенности, что все классно, я же просматриваю. Когда оно мне склепается, переходит на рабочий стол, я смотрю видео, все звуки, все классно, классно. Выкладываю видео в полной уверенности, что все классно. Значит, мне вчера пришло сообщение, а почему вы хотя бы не подставили голос? Ну, я подумала, знаете, люди хотят опять же услышать там мартышки на кино, типа такое, ну, вот как-то так, там сердечко поставила. Сегодня выкладываем видео, пишут, типа, ну, глупо выкладывать, даже если у вас поломались, типа, камеры, глупо выкладывать видео без звука. Ну, я как-то подумала, блин, ну, че, как без звука? Просмотрела видео со звуком? Думаю, может, они имели в виду то, что я там склепала, ну, начальный там обзор, вот там вот под музычку. И вот еще одно там сообщение пришло, у меня нет звука. Блин, да, ну, я так что-то, знаете, даже не подумала. Еще раз видео проверила, но проверяли мы на компьютере, плюс смотрели на телефоне. У нас все отлично. И вот, слава Богу, Юля сегодня позвонила и говорит, Оль, говорит, ваши последние два видео с телефона идут отлично, со звуком. То есть, звук есть. А ведь я включила на телеке у себя, звука нету. Включила, говорит, пошла на компьютере, звука нету. То есть, с ПК, с телевизоров, не знаю, почему там какой-то формат не поддерживается, или еще что, или еще что, оно просто идет без звука. Я хотела за это очень-очень-очень сильно попросить прощения, но мы реально даже не знали. Просто мне так неудобно стало, думаю, господи, люди подумают, что мы совсем уже реханулись, просто без звука выкладывать видео. Как я там махаю руками, что-то рассказываю, что-то непонятно, что к чему. Ну, это вообще уже так подумать. Ну, просто нет, ну, просто, ну, понимаешь, ну, мало ли. Ну, как это, выложить видео без звука? Ну, кто его знает, ну, понимаешь, мне же конкретно никто не написал. Может быть, люди, знаешь, как вошли в наше положение, подумали, что, ну, вот люди там, без звука, записала видео, как жалко, ну, а что же им остается делать, надо выкладывать. Ребята, честное слово, у нас идет со звуком. То есть, с телефонов, если у вас есть возможность, телефон, у кого пошло на компьютере без звука, посмотрите с телефонов, если вам, ну, запустим. То есть, есть возможность, допустим, скажем так. Мы завтра будем решать эту проблему. Действительно, телефон, вернее, эту камеру, вот она, сейчас я вам покажу, она стоит на зарядке. Вот, эту камеру мы будем сдавать в ремонт. Дай бог, завтра получится, поедем, возьмем в кредит обычную камеру. Самую проститку, как у нас и была. Возьмем камеру. Вот, ну, это наши планы. Мы не знаем, сколько нам получится, что к чему. Если получится, возьмем, если разрешат нам этот кредит. Вот. А вообще, я же говорю, вот эту придется сдавать в ремонт, потому что, видимо, из-за того, что здесь все-таки разбитый вот этот экран, где-то что-то там замкнуло в настройках. И идут какие-то неправильные настройки, потому что у меня очень тяжело на сильнейшем компьютере, который мы поменяли. Мы поменяли компьютер специально для того, чтобы хорошо тянуло программу. Вот это Mo-V-V. Mo-V-V. И она прям летала у нас. Она очень быстро клепала и все остальное. После того, как мы начали с этой камеры загружать видео в этот Mo-V-V, у нас начала зависать программа. То есть, не пойми что и не пойми как. То есть, возможно, из-за того, что экранчик разбился, где-то что-то, это все-таки стекло, оно же тут двигается. Вот это вот, вот тут сверху, оно стекло как бы вот двигается. И, возможно, где-то там каким-то образом нажимаются какие-то настройки, я не знаю. Просто трещина проходит прям по настройкам. Вот если я включаю этот экран, то тут вот прям вот эти настройки идут. В общем, ребят, я же говорю, уж простите за наши вот эти вот все проблемы. Пока мы снимаем сейчас на телефон, и я думаю, что сейчас видео запишется. Я увеличу здесь звук, потому что мне писали, что когда вы снимаете на телефон, звук фиговатый. Очень плохо слышно, даже в наушниках. Что ты ржешь? Звук фиговатый. Фиговатый. И он такой, фиговатый. Вот. В общем, мы постараемся вас держать в курсе всех наших событий. Не знаю, есть ли смысл монтировать видео, там еще несколько кусочков есть с вчерашнего дня. С вчерашнего, да. Да уже не надо каких-то их монтировать. Да, не надо, думаешь? А что? Ну да, в принципе, да, я вкусно приготовила. Я там же сало это приготовила, мясо это приготовила. Ну есть интересные видосики, кусочки. Ну послаловатый. Разговаривала, но если оно все будет без разговора, да, люди, которые на телефоне, смогут это увидеть. А люди, которые просто вот с компьютеров смотрят нас с телевизором, не смогут. Посмотрим. Я не буду вам ничего обещать. Я просто хотела записать вот такое видео, рассказать о наших вот очередных, сказать так, вот этих вот проблемах. И вот сегодня у нас еще резетка взорвалась. Замкнула я только бабах. Вот вы скажите, что все нормально. Просто на ровном месте взяла, как бабахнула, там где, кстати, ешик живет. Прямо бабахнула, а вот вокруг нее аж черная стала. Я просто в шоке. Я же говорю, может это перепады давления, напряжения, короче, чего-то там перепады. В общем, все, на этом все. Спасибо, я же говорю еще раз, Юлечка, спасибо тебе огромное, что ты мне позвонила и объяснила ситуацию. Потому что я сидела как дура, знаете, дура в паровозе. Нифига не знаю, ничего не понимаю, что мне так пишут. Вот. А в комментариях разве можно объяснить вот так широко, правильно? Поэтому вот и решила записать такое видео. Плюс к тому же, что у нас сегодня происходит. Сегодня мы собрались убраться, помыть зеркало. Уже говорила. Собралась убраться, да-да-да, повесить шторки. Мы еще сегодня ездили в эпицентр. Там есть кое-какие съемки, опять же, на телефон только снимали. Я сейчас в конце этого видео вставлю. Там очень интересные вот эти всякие игрушечки. Классненько. Вот, посмотрите, если вам интересно, на видео до конца. Естественно, поставьте пальчик вверх, если вам не тяжело. Поддержите нас, так сказать. И напишите, пожалуйста, комментарий. И, пожалуйста, напишите, скольким человеком, ну, сколько людей не смогли посмотреть наше видео. Потому что я просто в шоке из-за этого всего. Мне прям аж... А знаете, у меня, когда Юля сказала, у меня аж так в жар бросила. Думаю, господи, это ж как это так? Так же вот такие пироги. Все, мои зайчики. Всем пока-пока. Эпицентр сейчас мы покажем. Все, пока-пока-пока. Вот она, наша розеточка. Видите, что сделала? Я тут как бабахнула, но у нас эти обои еще не загорелись. Если коти испугались, значит, коти испугались. Ничего не испугались, он не спалый, блин. Нет, эту уборку затею. Они себе дрыхнут, блин, дрыхнут. Будут ночью, блин, заниматься. А-а-а, ребята, ночью это просто жесть. Он ночной житель. Это не какой-то ненормальный кот. Это точно что какой-то хижак. Хищник. 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 Что он мне ночью тут устраивает? Мы же там спим за вот этой вот фанерочкой. Мы спим за вот этой фанерочкой. Он тут такую ночью устраивает. Ду-ду-ду-ду-ду. Давай, там повалил. Там давай зацепать железяки какие-то. Там еще что-то. Упустил руку этот. Я уже такая, что там случится? Это еша. Я такая, что с ним точно еша. Я уже думаю, знаете, кто-то в армию лезет в дом. А наша матрионя растет. А матрионя растет потихоньку. Растет, растет. Растет потихоньку девчонка наша. Мне сегодня Даша говорит. Мы ездили сегодня в эпицентр везде. Даша заезжали к маме. А Даша приболела у нее горло. Там болит температура. Все такое. Сидит дома. Закутала всеми шарфами. Она говорит. Ну что вы с этими котятами будете делать? Она говорит. Вы хотите, чтобы их собаки пожрали? Я говорю. Ну а что уже делать? Нам предлагает этот ветеринар, говорит, стерилизовать ее сейчас. Типа, это даже лучше, когда у нее там каша там внутри. Но это ж, ну как, убийство получается. Правильно? Я не хочу. Пускай они бегают у нас. Правильно? У нас. Матрелечка. Я ей сегодня пообещала, что котятушки наши будут здоровые и красивые. Они будут жить у нас в старом доме и будут очень даже хорошие детки. А потом уже после того, как она разродится, как выкормит деток, мы пойдем и стерилизуем ее. Правильно, Кицу? Кицуни. Один сквозный Кицуни теперь вокруг. Да. Ну смотри, какая она красивая. Вот ее не снимаешь. И ей еська нравится. А Матрелечка? Матрелечка. Посмотри, какой он, а? А Матрелля за меня прячется. Он какой клоун. Смотри, она съемку не вырубит. За меня прячется. Смотри, какая тигра, а? Ешка-тигра. Ты где хвост? Бою потерял, тигра. У него, видишь, уши, как у тигра получается. Поняла? Не кошачий. У него рука обрезали больше, а одну меньше. Что, Матрелечка? Матрелечка. Посними ее, смотри, какой он. Матрелечка. Матрелечка. Матреша. Ты наша Матреша симпатичная. Девушка ты наша, красавица. На худеньких ножках с большим пузиком. Да? Скажи, я такая. Я девушка. Девушка, девушка. Так, что так срит? А он смотрит в экран. А он есть в эту сторону, в экран смотрит. Подошел такой, что это такое? Как это она там и там? Две матрешки. Это же две матрешки. А чья это мыша? Мышечка? Чья мыша твоя? Твоя мыша? Матрешка. Скажи, я уже не такая уж юная, чтобы играться вашей мыши. Хотя, скажи, я бы тоже очень даже поигралась. Но я уже практически мать. Я уже мать. Мне как-то, да, как-то не талось. Так, ну хорошо. Хорошо? Да. Все, давайте. Я буду убираться. Вот видите, я почти убрался. Сейчас вынесу инструменты, вынесу лишние ДСПшки. И здесь будет чисто. Чистота и порядок. Реакция на тебя. В другую розетку включим этот конвектор наш, уфошный. Вот. И будем дальше здесь сушить пол. Да. Вот как-то так. А вы сами не забыли, не те сейчас поехать в эпицейн. Стука всего хороста. Это просто обребенно. Не, я на видео с тобой. Близко нельзя было. Далеко будет. Цена как-то, конечно, дешевле. Та цена шесть вообще, да. Заоблачная. Да. Вот. Пожалуйста. Не, ну у тебя все прикольно, да. Вот эта? Да. Такая, наверное, стоит, я умею. Даже боюсь представить, если я это 1900 купила. А это две... Это 1900. Нет, две 532. Все, да, 532. А вот это точно такая-то, мы покупали за 140, да? Угу. Вот точно такая же. 1013. Ну вот такую купили вот. Тут даже мягче, а тут такая не очень мягче. По-моему, природу мы взяли. Да, природа, природа. Орхидеи, прикольная, да. Их тут выбор, ядрен батон. Ах, как можно, посмотрите. Тут вообще выбор цветов, так сказать. Да, здоровенный. Хорошо. А, ну, я даже не могу знать, если так, прямо вот сюда, по-моему. Угу. Вот сюда. Ну, конечно, приключающие выборы в себе. Аквариум, и все есть, видите, но цены... Цены просто капец. Кактусы вот даже цветущие. О, кактусы красивые. Кактусы красивые. Кактусы красивые. Ух ты, блин, да, какие кактусы. М? Они какие-то не такие. А, ось он наши. Ось он наши. Что, где мы будем брать этот древесный наполнитель? Это не был март, там еще. Залмарт? Нет. Был эпицентр, что-то ценами не очень радует нас. М? Да, животный. Ну, я люблю такое, но у меня тоже столы есть, правда. Ну, стремные, конечно, девушки. Конечно, стремные. А вот такие, знаете, как мы купили, прикинь, мы купили за сколько у него? Что-то за 60 гривен, да? 60 или 70. 324. 320. А, ты идея. Вообще капец. Нет, вот такого, давайте, мы как раз купили. Вот типа такого. А, во-во-во, да-да-да. 477. А мы здесь за 60 гривен. Вот таких красивых мы брали, да. А, долгенец. А, долгенец. Да-да-да-да-да-да-да. Вот это земля, земля. Земля, да, много земли. Да, цитопилистные цилиндры. Палатки, а-а-а. Потому что эти, игрушки выставляют там. Угу. Солнышечки выставляют, только горшков. Горшков, да, тут дофига. Охранительный выбор горшков. И палатки есть, да. Да, цены, конечно, да. Были бы гроши, называется. Ух ты, какие красивые. 695 деревян. Коля, пластик обычный, 695 деревян. Это капец. Зато красиво. Ты знаешь, как, магазин, да, купил. Кто, который уже все себе сделал, не знает, куда бабки тратит. Угу. Ты пришел себе там, хочу это, хочу это, хочу это. Хочу это, хочу это. Симпатичная цилинка, 487 грейн. Из коврика с какого-то сделанного. Хе-хе. Ну, как из ковричка, просто слим. Угу, просто слим. Хе-хе. Типа пасхального кролика. Угу. Стипочка в этом тролле. Да. Стремные такие, особенно вот этот, смотри. Нет, да. Вообще стрёмные, капец. Кто его делал? А тот красивый, да. Да, и как из соломы сделанная. Угу. Да? Да. Тоже своими руками, знаешь, это прикольно. Вот эту штуку надо сделать своими руками. Да? Хе-хе. Ну, когда в каком ты такие делаешь? Прекрасно, наверное, время. Ну, времени, да, конечно. А такую штуку... Неделю надо было заплетать. Это, нам надо купить такую штуку, в сад, когда на сад, хоть чуть-чуть подрастешь. Подрастет сад? Да. Да. Так, пошли, короче, мы за пленкой пришли. Да. Пошли за пленкой. Пошли за пленкой. Раскладушка, блин, ё-моё, 1098 гривен. С ума сойти. Просто раскладушка. Согласна? Согласна. Не, ну, 900. Ну, 900, 800. Так еще цена бешеная. Сегодня мы будем не рады, чтобы полностью переселять в старый дом, потому что нам надо уже делать ремонт, где до Нового года остались понты. А надо купить пленку для чего? Для того, чтобы застелить там полностью все, ну, как бы, сумки, все такое, потому что у нас Ёша, по-моему, начинает метиться, становится мужчиной. Так, штука. В общем, такие пироги. Просто. Цена красивая, но цена тоже. Цена красивая. Хотя это не просто все. Не, ну, эти ж да, эти ж у нас глиняные, вроде. Да, аквариум у нас тоже был. Что, он у нас и есть, только мы. У нас есть, да. И золотые рыбки были вот такие вот. Там все было. А помнишь, как у нас улитки разродились? О, улиток этих было, цакопеет. Это маленький. Это маленький. Я думала, это рыбки-присоски, понял? Да, это я. Классно. Вот так, нам сначала сейчас. Отмотали нам паленки. И ушли, блин. И ушли, да. Я вам что хотела показать? Вон что, смотрите. Это стеклянные. Стеклянные игрушки. Это стекло именно. Вот такие цены на них. О, смотрите, какие классные. Как раньше были у нас, да? Здесь вообще прозрачный абсолютно. Клевенький такой. Да. Стеклянные игрушки сейчас найти не проблема. Более только денюжки. Нет, это стеклянные игрушки. Вот, это тоже стекло. 90 гривен. Все стекло. Вон, 95 тоже стекло. Вот, это тоже стеклянные. 113 гривен на год. Вот это тоже все стекло. Вот, по 96 огромные просто. Вот, по 80 тоже с синячками. Вот, такие по 70. Такая-то. Это такое впечатляет, что это уже не стекло. Нет, это сверху вот пластик. Видно, сразу цена отличается. 24 и тут 19. Все просто пластиковые. А, это стеклянные. Вот это вот уже пластик пошел. Ну, по цене можно сразу отличить. Где пластик, где... Вот это тоже, видите, как красиво смотрится. Но это уже пластик по 22. По 16 пластик. Это стекло по 39, кстати. Да. Сейчас. Это тоже стекло. По 54 можно купить. Вообще, пластик от стекла очень легко отличить. Очень легко отличить. Правда ведь? Да, никому что. Ну, товаров уже море. Уже все повыставляли. Классно. Пожалуйста, только бери и пользуйся. И проектор не хочешь купить за тысячу гривен, Коль? Классно. Очень красивый. Золотой ключик. Классно. Обалденно. Супер. Да, обалденно. Пошли проектор посмотрим. Я хочу проектор. Вот, все. У нас нормальный дом. Ой, мунди, какие. Снижные оважки. Прикольные. Можно возле елочки уже сфоткаться. Кто за кто-то. Да, цены, конечно. Балденно. Все, так украсили сверху. Прикольно. Сразу видно, что типа новые. Елочки сожить. Елочки, елочки, игрушечки, елочки. Все же хотите. Вот такие огромные шары по 29. Ну, они тоже пластиковые. 24, 24 вон есть. Это пластик? Да, это тоже пластик. Чувствуете, куда пластик? 33, 18, 26, 26, 38. Да, обалдеть. Вот такие вот. Вот эти проекторы, да? Да, 590, с нами? Китай, слушай. Ну, конечно, Китай. Кстати, можешь через этот сайт заказать. Ты можешь заказать на ли какой-то проект? Конечно, на сайте можно заказать. Понял, есть снег, типа идущий. Есть вот такие зирочки. Есть вот такие снежинки большие. А есть вот такие вот штуки. Да, если на сайт залезть, там больше всего будет. У них же ж можно и все китайские вот эти все гирлянды купить. Они такие же, в принципе, точно такие же. Так можно уличные гирлянды купить. Ну, снежка, вы видите, сколько снежок, 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 снежок. Всякие украшалочки. Всего чего хочешь. Вон, ой, уже Дед Морозов куча. Давайте вам покажу Дед Морозов. Санта-Клаусы, Дед Морозы. Их тут в огромном количестве. Снегурки. Всякие домовушники. Домовушники, да и мальчики. Ой, какие вот такие. То есть, хочешь, бери, выбирай все, что хочешь. И огромная елка. Класс, уже новогоднее настроение должно быть. А нам бы немножко доделать ремонт, чтобы новогоднее настроение было. Вон, гляньте, какая прелесть. Их море. Их море прям этих домовичков, Дед Морозиков. Каких хочешь. Есть коротенькие, есть длинные. Так. Где наш Николай делся? Я уже от Николая потерялась. Он там подевался. Он там так и остался, да? Ага. То есть, можешь брать и покупать все, что хочешь. Все, что душе угодно. Классные штуки такие бестинки. Украшать дом, как хочешь. Да, для свечей. Такие вот. 59,40. 59 гривен стоят вот такие украшалочки для свечей. О, ты тут ходишь? Вон, гляньте, какие еще светилочки, оленички. Это на улицу можно такие поставить, да? Прикольно. Вообще, оформили классно. Ну, и цены, конечно, классные. Вот такая манюсенькая елочка. Она мне по пояс. 1,947. Вот такая вот. 453. Ой, 4534. Господи, ух, нифига себе. А тут не написано сколько, да? Вот 5. 5,200. Вот это 5,200? Ого, 5,000 это, конечно, нет. Но она смотрится классно, натурально. 5,000 это дороговато. Вот 6 тонн. Вот 6 тонн вообще, да? Такая елочка-елочка. Ну, блин, это дорого. Это так одну позволить себе. Ну, она же многолетняя. Многолетняя, конечно. Вот та вот 7,398. Ого. Они, конечно, классные, большие. Ну, поехали. Ого, это я, привет. Да, поехали. У меня с таких отделов не вытянешься. Так в музей, честное слово. Вот такие с новым роком стоят 540. Вон прикольно. Что? Сюда. Подожди, я не могу быстро переводить. Можешь. Раз, перевай, и все. Потому что 325. Что-то такое, я не знаю. Это олень. Ну, она прикольная. 325, да, это олени. Только что они, блин, без этих рогов? Не, ну, такие вот прикольные, понимаешь? Вон, рога, видишь, что это? 329 месяца сейчас заплатит. Почему-то, потому что она, как и дружка, стоящая, прикольно. Ну, вон, видишь, такие олени. 438. Да, прикольно. Ну, они просто из-за того шеплика. Вот же, что же олени. 498 такой стоит. Он довольно-таки не очень маленький. Да? Угу. Вот такой лежащий. 348. А ну-ка, я хочу, чтобы видно было какой-то размер. Ну, кстати, в нем что-то тут напихано такое, чтобы он... Не перекидывался. Тяжелый, чтобы он не перекидывался, да. Вот такой вот, довольно понимаемый размер. Угу. А вот, подожди. Товарищ, я подумал, что я думаю, что надо достануть с нами. Хе-хе-хе. Да, нафоткал. Хм-хм-хм. Да, Китка, поехали. 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 Гляньте, какая штука это, это для головы, ну для шеи, да, у нее типа, видите, как мыша в куске сыра, 249 гривен, ай, прикольно, ну это обычная мыша, можно использовать как тоже для шеи, 199, да, ну это же год мыши, крысы вернее, ай, класс вообще, супер, ну это вообще шедевр, я только хочу, мне так оно нравится. Гляньте, какая штука это, это для головы, ну для шеи, да, у нее типа, видите, как мыша в куске сыра, 249 гривен, ай, прикольно, ну это обычная мыша, можно ее использовать как тоже для шеи, 199, да, ну это же год мыши, крысы вернее, ай, класс вообще, супер, ну это вообще шедевр. Я такую хочу, мне такую нравится, обалдеть.